То, что я начал в последнее время наблюдать, что фильтрационные лагеря необходимы оккупационным властям еще и для того, чтобы держать в страхе местное население. Потому что в эти фильтрационные лагеря попадают, например, они зашли, оккупировали часть новой территории, провели какую-то работу. И в принципе все на этом. А сейчас же они ввели фильтрацию постоянную, которая происходит раз в 7 дней. И в этих талончиках, там где написано, да, телоскопирован, именно для жителей, которые остались жить на временно оккупированных территориях, ты должен эту фильтрацию проходить раз в 7 дней. То есть подробно об этом постоянно информируют и показывают эксклюзивные документы, которые передали Амбудсфан Украины Людмила Денисова. И понимаете, они таким образом держат в страхе местное население и таким образом не дают им самоорганизоваться для того, чтобы сделать какие-то там социальные протесты. Объясню почему. Потому что они увидели, что было в Херсоне, и для них будет крах, если это, к примеру, будет опять повторяться, как это было в Старобельске, в Новобскове или в других городах. Да, и вот поэтому фильтрация это еще такой один инструмент постоянного запугивания местных жителей. Если что-то не так, если ты там поставил лайк под проукраинские новости, там поделился в соцсетях, с кем-то начал вступать в баталии в комментариях, в социальных сетях, тебя сразу отдают на фильтрацию. А фильтрация и ее результат может быть несколько вариантов, да, вплоть до того, что ты просто куда-то пропадешь, в лучшем случае будешь депортирован куда-нибудь за полярный круг Российской Федерации.